Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о морском существе, икра которого почитается многими кухнями мира наравне с устрицами. Речь идет о морских ежах. В привычном понимании большинства людей, морской еж не более чем странное иглокожее существо, норовящее испортить отдых на пляже, впившись в ногу. Не мудрено, что люди с опаской смотрят на предложение попробовать икру этого гада. Однако, вооружившись некоторыми знаниями о нем, можно понять, что не так страшен еж, как его молюют. Те, кто решится попробовать блюдо из этого морепродукта, останутся приятно удивлены его вкусом, напоминающим спелую папайю с минеральным привкусом. В естественной среде обитания морской еж выглядит как шар, плотно усеянный иглами. Размеры иглокожего зависят от его возраста и обилия пищи в акватории. Тело морского ежа собрано из отдельных неподвижно закрепленных известковых пластин, образующих шаровидный панцирь, который усеян стройными рядами игл. У него отсутствуют рот и органы зрения. Материалом для иголок, которые торчат во все стороны, выступает тот же известняк, поэтому они так легко ломаются. При близком знакомстве можно заметить, что под длинными жесткими иглами прячутся подвижные трубочки-присоски, так называемые педициллярии, похожие на гибкие стебельки. Они служат для очистки поверхности тела от наростов, водорослей и инородных организмов. На кончиках педициллярий, а вовсе не в иглах, прячется токсин, вредный для организма человека яд. Он содержится у определенных видов ежей, которые могут быть ядовитыми. Как правило, чем теплее вода, тем больше в ней ядовитых морских ежей, поэтому обитатели тропических морей для человека особенно опасны. Токсин не способен убить купальщика, который по неосторожности наступил на жителя прибрежных вод. Однако вещество может работать как аллерген, то есть вызвать резкую аллергическую реакцию и привести к анофилактическому шоку. Ареал распространения этих животных обширен. Их можно найти в акватории Тихого и Атлантического океана, а также вдоль всего Средиземноморского побережья. Еще морские ежи встречаются в арктических зонах. Главным критерием для обитания этих созданий является состав соленой воды, поэтому они не живут в малосоленом Черном и Каспийском море. Политика сохранения популяции включает несколько соглашений, запрещающих вылавливать особей, не достигших определенных размеров, то есть не проживших несколько лет. Эти ограничения при активном участии зеленых организаций спасают мелких ежей от преждевременного вылова, однако и приводят к тому, что один единственный еж стоит довольно дорого. И это оправдано, потому что вылавливать морских ежей непросто. Эти животные донные, все эти не идут, поэтому достают их со дна вручную специально обученные отряды водолазов. Пауна морских ежей насчитывает 950 видов, но икра только 30 из них съедобна и представляет полезный для человека продукт. Самый популярный у гурманов вид – Эхинус эскулентус. От остальных сородичей он отличается красноватым оттенком панциря и фиолетовыми иголками, но имеет такой же вкус икры и полезные качества, как и другие съедобные представители класса. Надо сказать, что все съедобные ежи исключительно полезны. Из икры морского ежа делают медицинские препараты для снижения стресса, а также омолаживающие крема и пилюли. Ганады, или икра, которая составляет около 15% веса ежей, является единственной съедобной частью этих иглокожек. На самом деле, две яркие дольки, которые в ресторанах именуются икрой, это органы размножения морских ежей. Они есть у обоих полов особей и различаются только цветом. У самцов коричневые железы, у самок оранжевые, как яичный желток. По вкусу они не различаются. Если разломить ежа, то их можно увидеть внутри, как ярко-оранжевые массы, по виду немного напоминающие язык. Они пользуются большим спросом в суши-ресторанах, где их называют уни. Они входят в состав многих вариантов суши и сашими. О полезных свойствах морского ежа ходят легенды. Их называют и эликсиром молодости, и сильнейшим афродизиаком, и витаминным коктейлем. Ежи питаются водорослями, поэтому в икре гастрономического чудовища высокой концентрации содержатся кальций, калий, фосфор, цинк, железо, магний, йод. Диетологи определяют морского ежа как низкокалорийный продукт с пищевой ценностью в 100 граммах, углеводов 2,5 грамма, белков 13,8 граммов, жиров 4,3 грамма. Включая ежа в ежедневный рацион, человек улучшает собственное здоровье, пополняя организм жирными кислотами, витаминами и минералами. Диета с этими морепродуктами положительно влияет на продолжительность жизни, помогает избавиться от болезней, способствует повышению физической активности. В идеальном случае есть икру морского ежа нужно десертной ложечкой прямо из его же панциря, вскрытого умелым поваром. Для аккомпанемента ежам идеально подойдет ледяное белое вино, желательно с фруктовым оттенком. Польза от съедения морских ежей даст знать о себе быстро. Уже через полчаса по всему телу появится легкое приятное ощущение прилива сил, а через час нахлынет ярко различимая физиологическая эйфория, способная сравниться с воздействием от хорошего массажа, спортивной тренировки или даже секса. Мировой объем производства морского ежа составляет порядка 70 тысяч тонн, причем 70% от этого объема потребляет Япония. Одновременно растет мировой спрос, особенно в США. Так как морской еж является важным ингредиентом для приготовления суши, он пользуется высоким спросом в Японии наряду с тунцом и икрой рыб. Сегодня только официальный ежегодный вылов морского ежа в Приморье составляет от 580 до 1100 тонн, и весь он идет на экспорт в Японию. Ежи поставляются в Японию свежими. Промысловыми считаются особи весом 65-75 граммов и с размером панциря не менее 4,5 сантиметров. Дело в том, что в России практически не существует технологии отделения икры, поэтому морские ежи, как правило, экспортируются в Японию целиком, в охлажденном состоянии. Последние годы эти иглокожие занимают после крабов второе место в списке биоресурсов, ставших объектом браконьерства. Добыча морского ежа – слишком выгодное занятие, чтобы вот так в одночасье от нее отказаться или хотя бы умерить свои аппетиты. Посудите сами, одна тонна морского ежа стоит на японской бирже 10 тысяч долларов, а судно с бригадой водолазов добывает в среднем в день 3-4 тонны ежа. Это даже выгоднее, чем добыча жемчуга. Сегодня самым распространенным является водолазный лов морских ежей, хотя их можно добывать также на мелководье с помощью сачка. Однако вылов ежей сачком не производителен. Добыча морских ежей легководолазами осуществляется обычно с водолазных ботов и катеров. Применять тяжелое водолазное оборудование на промысле морских ежей нет необходимости. Обычно морские ежи образуют промысловые скопления на небольших глубинах от 1 до 10 метров. Для того, чтобы ловля ежей была успешной, требуются хорошие погодные условия, отсутствие штормовых волн и зыби. У открытых берегов и в проливах, где существуют сильные течения, водолазы работают под водой только со страховочным концом и посменно. Продолжительность работы водолаза зависит от температуры воды и глубины и обычно не превышает 3-4 часа за рабочий день. Для ловли морских ежей водолазы используют питомцы. Это такие сетчатые сумки с закрывающейся горловиной. Они относительно небольшие и водолаз их заполняет вручную довольно быстро. Обычно таких питомц у водолаза около 10 и в каждую вмещается до 80 килограммов ежа. Водолазу платят определенный процент от стоимости улова. Там, где большие, плотные скопления морских ежей, вместо питомцы используется большой садок-корзина, установленный на дне. Наполненную морскими ежами питомцу по сигналу водолаза поднимают за веревку вверх на палубу мотобота, а взамен опускают сменную питомцу. Ежей вытряхивают из питомцы в ящики и окончательно сортируют по размеру, так как основную сортировку проводит на дне водолаз. Некоторые опытные водолазы прямо под водой разбивают несколько морских ежей, чтобы визуально убедиться в качестве и количестве икры. Если качество и количество не соответствуют предъявленным требованиям, водолаз переплывает на другое место. Если промысел морских ежей осуществляется с целью их экспорта в живом виде, то очень важно выловить минимальную партию от 6 до 10 тонн как можно за более короткий промежуток времени. Для этого промысел ведут в одном районе не одним мотоботом, а сразу четырьмя-шестью мотоботами. Если водолазы под водой не делают тщательную сортировку морских ежей, ее осуществляют на палубе судна на специальных сортировочных столах. Мелких морских ежей выпускают обратно в море в местах их обычного обитания. Очень крупных морских ежей, стариков с размерами панциря более 60 сантиметров в диаметре, следует вывозить на берег и сдавать на кормовую муку или на удобрения. Это связано с тем, что икры у таких ежей или очень мало, плохого качества, или нет совсем, а в скоплениях ежей они съедают очень большое количество пищи и при этом не пополняют популяцию новыми поколениями молоди. Срок годности свежих ежей короткий, поэтому они должны быть доставлены на берег как можно быстрее. Затем панцири морских ежей вскрываются и начинается ручная работа по извлечению икры. За один вылов на переработку поступает около 10 тысяч морских ежей. Гонады очень хрупкие и они остаются свежими только около недели. Работники раскладывают каждого ежа посередине таким образом, чтобы не сломать гонады внутри. Затем наступает время для одной из самых важных частей этого процесса – очистки половых желез. Этот этап требует пристального внимания к деталям. Дело в том, что если рабочие не полностью удалят кишечник внутри ежа, гонады начнут портиться гораздо быстрее, а если какая-либо из половых желез разорвется во время этого процесса, то гонады сразу упадут в цене. Когда гонады ломаются, то их оценка качества падает на один или два класса. Поэтому одно неверное движение рабочего ведет к уменьшению стоимости продукции. Затем рабочие сортируют гонады по цвету, следя за тем, чтобы каждый лоток имел одинаковый оттенок желтого или оранжевого цвета. После того, как они упаковали каждый деревянный поднос, работники с помощью пинцета проводят повторный осмотр каждой гонады. Таким образом, они аккуратно удаляют все оставшиеся водоросли, раковины или шипы. Самые ценные гонады получают оценку А++. Такой премиальный 200-граммовый лоток может продаваться за 100 долларов США. Такие ярко-желтые или оранжевые гонады в основном отправляют в рестораны. Половые железы высшего качества встречаются не так уж и часто – всего одна на сотню ежей. Качество гонад определяется рядом параметров – это цвет, стойкость и сухость. Высококачественные гонады замачиваются в специальных квасцах. Квасцы являются укрепляющим компонентом. В паках с квасцами гонады содержат от 10 до 40 минут, в зависимости от качества текстуры. Тщательно проверенные гонады подлежат упаковке в лотки по 250 грамм. Затем они отправляются на реализацию в рестораны. И все это происходит в течение одних суток с момента вылова ежей. Специально для гурманов несколько ежей содержат в морской воде. Гонады этих ежей помещают в 100 граммовые лотки, наполненные морской водой. Их заказывают некоторые клиенты, а также рестораны, где такая еда популярна. На волне популяции и большой скорости потребления морских ежей все активнее выращивают в искусственных условиях. Больше всего в Японии и Соединенных Штатах. Сначала происходит сбор яиц морских ежей, которые помещаются в банки. В них яйца оплодотворяются и выращиваются до вылупления молоди. Молодь перемещают на пластиковые листы, которые помещают в специальную среду для наилучшего роста. Здесь они будут расти несколько месяцев, пока не получат право на жизнь в дикой природе. Малыши морского ежа выглядят как каштановые орешки. Их основная еда – это водоросли. В Японии для восполнения популяции молоть морских ежей также собирают прямо со дна или выставляют в море специальные коллекторы. Затем молоть помещают в садки, в которые одновременно закладывают бурые и зеленые водоросли, которыми ежи питаются. Садки размещают в хорошо прогреваемых бухтах с чистой водой. Продолжительность искусственного выращивания морских ежей в садках до промыслового размера – 4 года. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!